МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самое ближайшее время правительство Российской Федерации примет решение о порядке распределения финансовых ресурсов на обеспечение программ модернизации первичного звена здравоохранения. Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили один из новых корпусов детской областной клинической больницы, строительство которых завершилось в прошлом году. Девчонки, привет! Здравствуйте! В садик ходите или в школу? Благодаря поддержке федерального центра и инициативе губернатора впервые за долгие годы в регионе удалось реализовать такой масштабный проект в сфере здравоохранения. По уровню своей оснащенности, по тем услугам, которые оказываются детям, они достаточно на серьезном современном уровне. И самое главное, что мы прекрасно понимаем, и с учетом профессиональной способности, что это не только для регионального центра, но и для всей Тульской области. Кроме того, в правительстве Тульской области Татьяна Голикова провела совещание по развитию первичной медико-санитарной помощи. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил регионам создать собственные программы модернизации первичного звена. В Тульской области в каждом муниципальном образовании были проведены встречи с местным активом и представителями медицинского сообщества, которые непосредственно работают в первичном звене. Их идеи были учтены при разработке программы. В частности, предложены меры по повышению доступности медицинской помощи для сельского населения. Мы проводим большую работу по всем направлениям программы, в частности, по ФАПам. За последние 4 года в регионе отремонтировано 44 ФАПов. Только в 2019 году введено воспитацию 22 новых фельдшерско-акушерских пункта. Также при поддержке главы государства в течение ближайших двух лет будет завершено строительство нового перинатального центра на 160 койко-мест. А к 2024 году планируется построить современный онкологический центр. Очень чувствительно для, в первую очередь, наших граждан. Далее в программе.